Причина вашей остановки и превышение скорости. Ограничение в данной череповой полосе у нас идет 40 км в час. Установлены дополнительные знаки. Видели дополнительные знаки? Не увидел, не заметил. Обычная отговорка нарушителей. А ведь этот участок дороги на улице Сурнова один из самых аварийных в городе. Несмотря на ограничение скоростного движения, каждый второй водитель здесь нарушает правила. И на это у автолюбителей есть свои объяснения. Скоростной режим по трассе, когда ты идешь по ходу движения, ты порой не замечаешь, когда прибавляешь немножко больше. Немножко завышаешь скорость. Потому что ты едешь со скоростью потока машин. То есть немножко бывает превышаешь. О том, что в любом случае необходимо соблюдать скоростной режим, водителям решили напомнить не только сотрудники ГИБДД, но и иркутские студенты. В рамках акции «Внимание водителя» с дорожными знаками в руках выстроились прямо на обочине дороги, за стационарными указателями. Студентка второго курса Ольга Рузавина говорит, сегодня, когда количество машин на дорогах увеличивается, а трассы становятся все более скоростными, важно уделять внимание профилактике безопасности на дороге. Мы также живем в нашем городе, в Иркутске, и также ходим по этим дорогам. И наши дети ходят по этим дорогам. Мы заинтересованы в том, чтобы водители обращали внимание на те знаки, которые указаны. Как показал эксперимент, при виде студентов со знаками в руках большинство водителей стали притормаживать и соблюдать разрешенную скорость. Как считают сотрудники дорожной инспекции, такие профилактические мероприятия положительно влияют не только на автомобилистов, но и на самих участников акции. Взрослое население студенческое, чтобы они тоже поняли и прочувствовали, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Ни для кого не секрет, что студенты тоже управляют транспортными средствами по дорогам города Иркутска. И все же среди автолюбителей нашлись и те, кого не остановила даже вереница дорожных знаков. Всех нарушителей регистрировала система видеофиксации. За превышение скорости водителям выписывали штраф, который может составлять от 100 до 2500 рублей. Стоит помнить и о том, что нарушителям может также грозить лишение водительских прав сроком до 6 месяцев.